Ориентируемые точки представят Шипов Геннадий Иванович, доктор физико-математических наук, академик Раен, и Губарев Евгений Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор, академик Европейской Академии Естественных Наук. Добрый вечер, дамы и господа. Очень приятно было слышать доклады, которые здесь были сделаны. И вы знаете, вот эту тематику более четверти назад мы начинали в рамках государственной организации развивать совместно с Анатолием Евгеньевичем Акимовым. И это кончилось нехорошо, нас, так сказать, разогнали, но тем не менее у нас остались последователи этой работы, физики, в разных местах, на разных континентах, которые продолжают эту работу. И я бы хотел сказать следующее, вот предыдущий доклад, например, речь шла о том, что электромагнитное излучение сопровождает еще нечто, что неизвестно современной науке. Всепроникающее. Всепроникающее. И вот таких экспериментов, подобного этому, в нашей группе, она называется «Вторая физика», чтобы отличить ту физику традиционную от той, которой мы занимаемся, в этой группе мы такие эксперименты проводим, и у нас стопроцентная уверенность в том, что кроме электромагнитной компоненты, вот уравнение Максвелла, допустим, и что-то какие-то, антенны там электромагнитные, излучает волны Максвелла, кроме волн Максвелла, это электромагнитное излучение сопровождается неким другим излучением, вот так скажем, неэлектромагнитного характера. Значит, я как теоретик, я занимался продолжением работ Эйнштейна, а у Эйнштейна была проблема построить единую теорию поля, то есть объединить все уравнения в некую единую систему уравнений, и вот эта программа была закончена в 1988 году, то есть я выпустил монографии, написал уравнения, ввел принципы, и посмотрел на следствие той теории, которая получилась. Эта теория называется теория физического вакуума. Вот все современные физики, которые на переднем крае работают, они знают, что все, что мы наблюдаем, состоит из элементарных частиц, а сами элементарные частицы можно сделать из стронг, есть такая передовая теория стронг, теория всего. А вопрос в том, а что там за струнами? Вот струны кончаются, есть ли дальше ход? И оказалось, что дальше физический вакуум или эфир. Вот раньше говорили об эфире. Физический вакуум и эфир – это синонимы, но только физический вакуум, это название возникло в последнее время в науке, и его придерживается большинство физиков-теоретиков. Есть спонтанное нарушение симметрии вакуума, вот за эту модель и за предсказание там Базона, Хиггса, Хиггс получил Новелевскую премию и все такое. То есть вакуум… Вообще говоря, вакуум – это пустота, как бы ничего нет. Но оказывается, что диалектика такова, что вакуум, тем не менее, обладает такими свойствами, он одновременно есть ничто и есть все. И он из себя сам, обладая какими-то невероятными возможностями, может рождать энергию. И вот в теории физического вакуума, кроме материальных уровней, мы вот все физики ортодоксальные, мы изучаем материальные уровни, твердые тела, газы, жидкости, извините, твердые тела, жидкости, газы, элементарные частицы. И вот в теории физического вакуума появились дополнительные уровни, которые нельзя признать материальными, вот теми, которые мы изучаем. Они как бы нематериальны. Но тем не менее, именно эти уровни определяет весь материальный мир. И, конечно, вот с таким взглядом, видимо, кому-то это очень не нравится. И было вот такое недорожелательное отношение к той работе, к которой мы занимаемся. Я сейчас вам два примера приведу наших экспериментов, которые мы делаем в рамках такой обобщенной группы. Значит, смотрите, Австралия и Германия, расстояние где-то 13500 километров. В Австралии есть передатчик, мы его назовем торсионный передатчик, он потребляет 2 ватты энергии. В Германии самые лучшие измерительные аппараты для, допустим, для измерения всех радиационных полей и электромагнитных в том числе. Значит, в Германии стоит приемник, который тоже использует всего 2 ватта энергии электрической. И вот по договоренности в Австралии посылается сигнал, и этот сигнал, проходя 13500 километров, принимается в Германии. Значит, никакие электромагнитные поля не в состоянии перенести информацию на такое огромное расстояние, они бы затухли и все. Значит, речь идет именно о неэлектромагнитной компоненте. Классической. Не классической, да. Ну вот, а теперь я передаю слово Евгению Алексеевичу. Спасибо большое. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, в предыдущих докладах много говорилось о теории времени Николая Александровича Козырева. Но мы сейчас обратимся непосредственно к описанию знаменитых экспериментов Николая Александровича. Николай Александрович рассчитывал местоположение видимой звезды на небесной сфере в настоящий момент и направил на это место телескоп. Ясно, что звезда в этом месте небесной сферы была не видна из-за запаздывания, связанного с конечностью скорости света. При этом входной объектив телескопа был закрыт оптически непроницаемым материалом. На оптической оси телескопа в фокальной плоскости установилось регистрирующее устройство, представляющее собой либо резистор, включенный в мостик Улинстона, либо крутильные весы. Эффект Козырева заключался в том, что при наведении телескопа на предполагаемый в настоящий момент местонахождение звезды регистрирующее устройство фиксировало некий сигнал. Другими словами, Николаю Александровичу было зарегистрировано новое излучение, идущее от звезды со скоростью во много раз превышающая скорость света. Он зафиксировал таким образом новое излучение, идущее от звезды со скоростью во много раз превышающая скорость света, и владающее способностью проходить сквозь непрозрачные для электромагнитных волн экраны. Быть может, из-за того, чтобы не входить в противоречие с занявшим монопольное положение в середине XX века специальным принципам относительности, Николай Александрович для объяснения своего эффекта выдавал гипотезу о наделении времени прямыми физическими свойствами. Вот здесь две фразы. Первая цитата. «Действие времени осуществляется всюду в тот же момент. При этом ничто не движется, и, следовательно, нет противоречия со специальным принципом относительности». И вторая цитата. Извините. Вторая цитата. «Проведенные исследования показывают, что кроме обычного взаимодействия, когда одно тело действует на другое через пространство с помощью силовых полей, в природе осуществляется еще и другая возможность передачи действий. Процесс может действовать на тело или на другой процесс через время с помощью его физических свойств». Опыты Козырева были успешно повторены в конце 80-х годов прошлого века академиком Лаврентьевым, сотрудниками в Новосибирске, а также в начале 90-х годов прошлого века в Главной астрономической обсерватории Академии наук Украины в Киеве, в Крымской астрофизической обсерватории. Последние из упомянутых работ были выполнены по инициативе при содействии Анатолия Евгеньевича Акимова, в то время генерального директора ведущего научного центра Советского Союза по исследованию тонких полей МДЦ ВЕНД. Это была организация, которая имела научную кооперацию с более чем 30 ведущими академическими институтами Советского Союза. Если говорить кратко, то открытие Козырева сводится к двум эффектам. Первое. Эффект двойного сигнала от звезды. Светового сигнала и сверхсветового сигнала. И второе. Эффект сверхпроникаемости, то есть свойство прохождения светового сигнала сквозь электромагнитные экраны. Эти экспериментальные открытия самым, я бы сказал, нескромным образом выходят за рамки классической электродинамики Максвелла Лоренца, одного из столпов главенствующей научной парадигмы. Поэтому при жизни Якова Александровича эти открытия замолчивались академическим научным сообществом. А теперь мы приведем для справки несколько примеров экспериментальных эффектов или целых областей эффектов, которые выходят за рамки классической электродинамики и которые либо находят в ней поверхностное объяснение, не выдерживающие критики, либо являются такими властями, которые академическое сообщество предпочитает обходить стороной. Первое. Униполярная индукция Майкла Фарадея, представленная на слайде слева, открытие которой относится еще к 1831 году. Униполярный генератор представляет собой цилиндрический магнит, вращающийся вокруг своей оси симметрии. При вращении магнитного с постоянной угловой скоростью между скользящими контактами в центре и на периферии магнита фиксируется постоянное напряжение профессиональной угловой скорости. То есть загадочность эффекта состоит в том, что возникает постоянный электрический потенциал, а заряд отсутствует. И при этом нет обычной электромагнитной индукции, которую мы наблюдаем в трансформантах и так далее. Почему? Потому что магнитное поле магнита является постоянным во времени. Этот эффект не нашел адекватного объяснения в классической полевой концепции электромагнитизма, выдвинута Джеймсом Максвеллом на три десятилетия позже, в 1862 году. Второй эффект, один из самых громких, знаменитый эффект Раунова-Бома, относящийся к 60-м годам 20-го века. И вообще говоря, он относится к очень хорошо изученным академическим эффектам. Он заключается в том, что электронный пучок как бы чувствует влияние некого поля электромагнитного в расхождении, в тех областях, где классическое электромагнитное поле отсутствует. То есть сделали специальные сверхпроводящие соленоиды, специально измеряли, чтобы вне соленоида не было ни магнитное, ни электрического поля. Значит, электрическое магнитное поле... Вернее, электрического нет поля, потому что нет заряда электрического. Но что-то вне соленоида влияло на фазу электронного пучка, который проходил слева и справа от соленоида. И интерферационная картинка на экране, она, так сказать, менялась. Был сдвиг фаз. Следующая область. Это область явлений названных эффектами электротрансионного поля. Экспериментально обнаружено в 80-х годах 20-го века в Советском Союзе и в 90-е годах в Германии электротрансионные поля. А в Германии они фигурируют под названием скалярные электромагнитные волны. Ну, на наш взгляд, это немножко... Разные вещи. Ну, разные или неправильные названия. Тем не менее, они демонстрируют ряд эффектов, выходящих за рамки электродинамики Максвелла Лоренса. Я назову два из пяти главных эффектов, имеющих отношение к настоящему докладу. Всего там 5 или 6, которые выходят за рамки. Ну, два из них. Во-первых, скорость распространения электротрансионных полей может значительно превышать скорость света в вакууме. И второй эффект. Обычные электромагнитные экраны, например, клетка Фарадея, являющаяся эффективной защитой от классических электромагнитных полей, являются прозрачными для электротрансионных полей. Таким образом, экспериментально установлено, что электротрансионные поля имеют свойство сверхпроникаемости в проводящих света. О чем говорил, кстати говоря, Геннадий Зеванович. Об опыте на 13,5 тысяч километров. На слайде показан внизу справа внешний и внутренний вид электротрансионных генератора Анатолия Евгеньевича Акимова. И портрет Анатолия Евгеньевича, который на протяжении более чем четверти века возглавлял исследования, мужественно возглавлял исследования торсионных полей в Советском Союзе, а затем в России. Кстати, здесь, в зале, находится вдова Анатолия Евгеньевича Вера Георгиевна Акимова. И четвертая часть эффектов, которая выходит за рамки классической электромагнитной полевой парадигмы, это значительная часть не классической феноменологии Николы Тесла. Но это такие эффекты, которые относятся к однопроводным линиям электропередачи, к вращающимся магнитным полям, к генератору Тесла и некоторым другим областям его деятельности. Эти данные области деятельности славянского гения были искусственно забыты во второй половине XX века, но чудесным образом переоткрыты в самом начале нашего века. Неоценимую роль в сбрасывании покровов с грандиозной фигурой Николы Тесла сыграл глубоко уважаемый нами Виталий Леонидович Проперц. Возникает вопрос, что же делать в такой ситуации? Ситуация тупиковая. Очень много экспериментов, а Академия противится, потому что нельзя выходить за рамки. Разумный исследователь сразу ответит, необходимо реализовать классическую электродинамику, то есть пересмотреть четыре уравнения Макселла так, чтобы измененные уравнения смогли описывать как классические, так и новые явления. Но не все так просто. Попытки реконструировать классическую теорию электромагнитизма Макселла предпринимали множество авторов на протяжении более ста лет, но все они оканчивались неудачей. Каждый раз что-то терялось. Либо подправленная теория не была логическим расширением классической теории, либо она противочиво описывала новые эффекты. Дело в том, что электродинамика Макселла Лоренца фундаментальная. Что такое фундаментальная? Это значит, верная всегда в области своего применения теория. И очень жесткая теория, не терпящая никаких расширений. Без расширений ее платформы. А ее платформой является специальная теория относительности. Это доказал в 1905 году Ольберт Эйнштейн в основном полагающей статье «К электродинамике движущей системы». Он показал неизменность уравнения Макселла при преобразовании координат и полей между инерциальными системами отчета. Фактически, это означает иерархическое равенство или, как говорят в церкви, равноапостольность специальной относительности и классической электродинамике. Говоря из-за поэта эти фундаментальные теории бренецы-братья. Отсюда следует прямой вывод. Расширить классическую электродинамику можно, только расширив специальный принцип относительности, устанавливающий относительности инерциальных систем отчета. Рассматривая класс идеальных инерциальных систем отчета, то есть таких систем, которые всегда движутся с постоянной скоростью в постоянном ее направлении, мы можем сказать, что они сохраняют свою четырехмерную ориентацию друг вот на слайде представлены три инерциальных системы отчета, которые всегда движутся в одном направлении, в принципе здесь они не пересекаются, одна из них покоящаяся, это вот система К. Относительно четырехмерной аниментации каждые двое из них постоянная во время. В реальной ситуации такого не бывает. Реальные системы отчета, во-первых, соединены с реальными телами, а в минимальный набор должны входить часы и измерители расстояний. И во-вторых, являются неинерциальными, с непостоянной во времени четырехмерной ориентации относительно удаленной системы отчета. Правым образом, реальной системой отчета в наших рассуждениях явилась ориентированная точка в четырехмерном пространстве, принципиально новый объект, который нельзя свести к материальной точке ньютонской механики. Понятие ориентированной точки было введено Геннадию Шиповым в 80-х годах прошлого века. В его основополагающем труде теория физического вакуума, вышедшем в 1993 году, было обосновано пространство событий ориентированных точек. Пространство событий обладает более сложной структурой, чем пространство событий специально или общей относительности Эйнштейна. Вот внизу такой график примерный, такая схема, она грубо позволяет судить, что пространство событий найдено еще дополнительной структурой по сравнению с римовным пространством. Пространство событий ориентированных точек является расслойным пространством. То есть вот более точный рисунок. Искривленное пространство это вот искривленное пространство оно окружено некой аурой. Аурой является касательно расслоения. При близком рассмотрении это вот касательно плоские пространства псевдоевклидовы, которые образуют вот это касательно расслоения. Можно сказать, что база, то есть римовное искривленное пространство является вместилищем грубой материи. Вот это касательно расслоения связано с углами ориентации ориентируемой точки является вместилищем это очень грубо тонкой материи. Вот здесь некое свечение рисунок правильно передает. Что-то наподобие параллельного мира, то есть есть наш мир, есть внутренний мир некий, где расположены так скажем все законы физики. Ну это тоже так довольно грубо. И тогда мне, то есть вашему покорному слуге ничего не осталось сделать, как воспользоваться имеющейся счастливой возможностью и построить теорию относительности реальных систем отчета, основываясь на пространстве Шипова, на пространстве событий ориентируемых точек. Эта теория с более кратким названием теория реальной относительности вот книжка в правом верхнем углу была изложена в итоговой публикации с таким же названием в 2009 году. Английский 10-м году. Сейчас мы не будем останавливаться на подробности теории реальной относительности, однако позвольте зачитать принцип реальной относительности, состоящий из двух частей. Первое. Для описания событий все реальные системы отчета равноправны между собой. И второе. Уравнения локально выражающие законы природы должны быть ковариантны по отношению к преобразованию координат события между реальными системами отчета. То есть есть коварианты относительно специальной относительности, относительно инерциальных систем отчета. Сейчас вводится ковариантность уравнения относительно уже нового преобразования между реальными системами отчета, так называемой эльковариантностью. В общем случае нет. Электродинамик ориентированной точкой. Проводя аналогию между специальной относительностью и классической электродинамикой, новая электродинамика должна быть основана на принципе реальной относительности и соответствовать преобразованию координат между реальными системами отчеты. Новая электродинамика должна использовать пространство событий ориентированных точек. Поэтому новая электродинамика есть электродинамика ориентированной точки. Вот вверху показано соответствие между классической электродинамикой и специальной относительностью. А внизу под лозунгом новой относительности новая электродинамика показан принцип построения новой электродинамики. Это единственный принцип. Чтобы изменить электродинамику надо изменить принцип относительности, Уравнение новой электродинамики в виде инвариантного относительно преобразования реальной относительности, то есть в новом ковариантном виде, формулируется единственным образом. Вверху это четырехмерное уравнение классической электродинамики, внизу представлены четырехмерные уравнения новой электродинамики, электродинамики ориентированной точки. Они очень похожи между собой, единственное, что их отличает вверху, это обычная производная, а внизу эльковариантная производная в координатах слоя. Вот оператор НАБЛО с Тильдой. Электромагнитное поле динамики ориентированной точки в специальном режиме генерации. То есть вот здесь уже представлены материальные уравнения, трехмерные вектора в специальном случае, при круговом движении заряда. Случаи бывают разные. Ускоренное движение заряда поступательно и круговое движение заряда. Значит, круговое движение заряда явилось самым интересным с точки зрения практических следствий. Рассмотрен случай генерации электромагнитной поли в специальном режиме, когда угловая скорость вращения заряда по круговой орбите значительно превышает частоту рассматриваемой электромагнитной волны. Так как частота вращения электромагнитного ватома на много порядка превосходит верхнюю частоту радиодимазона, то в квазиклассическом приближении можно рассматривать излученное ими электромагнитное поле, как стоящую волну. Значит, показано, что такое поле обладает рядом специальных свойств, которые не свойственны классическим полям Максвелл-Лоэнса. Значит, всего отмечено шесть таких свойств. Я остановлюсь на двух. Следующий. При круговом движении заряда генерируются две монохроматические волны в направлении вперед, ну и две в направлении назад, с разными фазовыми скоростями. Вот график фазовой скорости плоской волны, электромагнитной волны, новой электродинамики при круговом нелитивистском движении заряда. Значит, две кривые, так сказать, соответствуют движению вперед, две кривые соответствуют движению волны назад. В следствии этого удаленные покойщиеся, то есть в направлении вперед удаленные покойщиеся наблюдатели может зафиксировать две волны. Одну медленную, меньшая скорость света, в зависимости от параметров. Может быть, приближаться к скорости, может быть, чуть меньше скорости света. А для быстрой волны, значит, от параметра очень сильно зависит. Есть резонансный случай, когда фазовая скорость быстрой волны вообще бесконечна. И поэтому удаленный покойщийся наблюдатель может зафиксировать эффект двойного сигнала, который заключается в разном времени прихода быстрой и медленной волны, которые излучены одновременно. И второй эффект. Квазистатические, специальные электромагнитные поля имеют неадукционный характер и не возбуждают никакой электродвижущей силы плоскости, перпендикулярной направлению распространения. Поэтому они не совершают никакой работы над свободными зарядами и вследствие этого не рассеются в проводящих средах, то есть обладают свойством сверхпроникаемости. Я напомню, что классические электромагнитные поля на нормальных частотах, они обладают свойством индуктивности. На этом свойстве, кстати, основано действие даже домашних приборов. Есть очень дорогая индукционная поверхность, ставишь кастрюлю железным дном, и мгновенно дно нагревается, потому что магнитный поток переменный где-то 40-60 кГц, он входит в дно, проводящее, и возбуждает токи ФУКО, которые совершают работу, и электромагнитная энергия, она переходит в тепло. Кастрюлю нагревается. Здесь же эти квазистатические поля при особых специальных случаях генерации, повторяю, специальных случаях генерации, потому что при малых частотах генерации, значит, система уравнения переходит в обычную систему уравнения МАКСЛ, это классические свойства. Но при специальных случаях они являются не индуктивными, принципиально не индуктивными. И поэтому не возбуждают никакой электродывающей силы, когда попадают на электромагнитный экран, поэтому походят как нож сквозь масло. Отсюда следует вывод. Вместе с излучением звездной средой обычного света медленной волны, дополнительно излучается и быстрая волна, имеющая свойство сверхпроникаемости. Таким образом, полученные теоретическим путем два перечисленных свойства специальных электромагнитных полей, то есть электромагнитные поля, новой электродинамики в специальном режиме генерации, позволяют сделать заключение, что они качественно совпадают с двумя главными экспериментальными эффектами Николая Александровича Козырева. И я хотел остановиться в конце заключения доклада на следующем. В текущий момент основной задачей области, связанной с обсуждаемыми полями, информационные взаимодействия и электротрационные поля, является задачей их идентификации и измерения. Не секрет, что обычные приборы по измерению классических электромагнитных полей не подходят для измерения этих полей, так как стрелка не отклоняется, то есть они никак на них не реагируют. Поэтому, как правило, исследователи пользуются грубыми косвенными методами, позволяющими по вторичным эффектам говорить о наличии, но не о величине обсуждаемых полей. Проблема очень глубока. Для того, чтобы установить единицу измерения поля, необходимо знать принцип действия этого поля на элементарный объект. Без полного обоснования метрологии обсуждаемых полей, полная сертификация, мы здесь слышали, что какая-то частичная сертификация медицинских приборов, она уже есть, то есть они безопасны и так далее. Но полная сертификация всех технологий, их очень много, не только в медицине, но и в материаловедении и так далее, и так далее. Очень много перспективных применений. Будет затруднительной, вот такая полная сертификация. Такая сертификация, как правило, проходит на основании заключения уполномоченного государственного органа. Прекрасной иллюстрацией их необходимости развития фундаментальных знаний о специальных электромагнитных полях, или другими словами, об инфункционных полях, о торсионных взаимодействиях, является обзор текущего положения дел. Человечество в лице великого Николы Тесла уже более ста лет назад приоткрыло завесу над этой областью. Но экспериментальные проявления этих полей множатся, но внедренные технологии, я говорю, технологии в широком смысле, то есть когда конвейер работает и так далее, не в узком, в локальном смысле, а в широком смысле, с их использованием промышленных масштабов отсутствует. Большое спасибо за внимание. Вот представленная литература, 7 источников. Спасибо. Можно мне еще пару слов сказать? Вот тут был поставлен вопрос, почему не идут вот эти знания в производство, особенно в медицине, они же так эффективны, и мы уже видим этому много примеров, но несмотря на это все-таки наука официальная старается отгородиться. Более того, у нас есть торсионные технологии, всего их 8 было разработано, и некоторые из них доведены до коммерческого продукта. И вот когда мы начинаем эти технологии внедрять, то оказывается, что многие институты общественные противятся этому. И, видимо, вот я долго думал, что бы это могло значить, думаю, что вот те институты и те люди, которые руководят внедрять вопросом, решают вопрос, внедрять эти технологии или нет, вот эти люди, они не обладают достаточным, ну так скажем, сознанием. То есть это технологии, которые опередили сознание наших людей. Видимо, есть какие-то силы, и сверху тоже, которые пытаются в этом смысле нам препятствовать, потому что новые знания – это огромная сила. Идут новые знания в физике и в других областях человеческой деятельности. Это огромная сила. И не дай Бог, если мы, вот обладая этими знаниями, начнем их использовать во вред человечеству. То есть нужно как-то, видимо, еще общественному сознанию созреть, какое-то время пройдет, потом это постепенно будет внедряться. Но быстрого такого революционного переворота абсолютно не будет, даже при стопроцентной правильности того, что мы сейчас делаем. И началось это в России. Вот нужно отметить, что за границей есть это движение, но оно как-то разрознено. В России вот соборность, коллективность, мы как-то общаемся между собой. И в последнее время в физике российской происходят некоторые изменения и события. Ну, например, 10 ноября этого года прошла первая российская конференция по основаниям физики. И вопрос ставился так. Вот эта научная парадигма, в которой мы живем, достаточно, или надо развивать и вводить новые парадигмы? И некоторые считают, что надо менять научную парадигму, основываясь на опыте. Конечно, потому что физика – это наука, опытная наука. То есть физика основана на опыте. Но совместить нельзя, чтобы вот так, скажем, одно выходило с другого. Это не успех, чем будет. Да надо помочь. Вы знаете, вот я знаю некоторые уже готовые к коммерческому использованию технологии. Если обычно новая технология меняет параметры в данном направлении на проценты, там 5-10 процентов, это очень хорошо. Торсионная технология меняет в разы качество изготовленных. И это оказалось очень плохо, да. Потому что это сразу становится в оппозицию к уже существующим структурам, которые руководят этими процессами. И так во всем. Во всем буквально. В том числе и в медицине. Потому что медицина очень эффективная, малозатратная, но дающие результаты. И очень много. Вы знаете, сейчас вот фармацевтика, например, сколько денег зарабатывает. А есть так называемый проект излучения. Может быть, вы знаете проект излучения? Нет? Значит, как в будущем будет работать фармацевтика? Вы высылаете по компьютеру запрос на лекарства. Очень дорогостоящие обычно это делается. И сейчас вы можете, если найдете этот сайт излучения. Вы высылаете. Вам присылают, значит, ответ, который вы должны записать на дискету. На вашем компьютере. Потом вы вынимаете дискету, кладете ее на стол. Ставите сверху стакан чистой воды. 15 минут ждете. Информация, которая записана на диске, передается на воду. Вы пьете воду чистую. Никакие химические там элементы. И у вас есть лечебный терапевтический эффект. При этом это не просто какие-то люди там со стороны. А это люди, прошедшие клини... Значит, все эти методы вот этой фармацевтики нового, будущего, да? Они провели клинические испытания во многих клиниках мира. Это не только в России, но и во многих клиниках мира. И это уже есть. Вы можете выйти в компьютер, в проект излучения, и там получите все инструкции, чтобы получить информационно записанные лекарства. Благодарим вас за ваш доклад. Спасибо.